У гурманов остается совсем немного времени, чтобы попробовать жареную корюшку и барабульку, треску и шашлык из северной креветки. Все это и еще многое другое предлагают гостям рыбной недели в Москве. Она подходит к концу. Фестивальные площадки закроются уже через пару дней, но еще можно попробовать рыбу и морепродукты от лучших производителей Дальнего Востока, Якутии, Мурманска, Астрахани и Черноморского побережья. Всего на гастрономическом фестивале представлено 500 видов морской и речной фауны. Наш корреспондент Татьяна Дубровина сейчас находится в центре Москвы возле рыбных деликатесов. Татьяна, приветствую. Среди всего этого великолепия наверняка мысли совсем не о работе. Да, Александр, добрый день. Более 250 тонн морепродуктов и свыше 30 видов рыбы. Из всех промысловых районов России доставили в столицу участники гастрономического фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Он проводится в столице уже в седьмой раз. Крупнейшая фестивальная зона расположилась в центре Москвы между площадью Революции и Манежной площадью. Рыбный рынок раскинулся на площади 700 квадратных метров. Его продукцию, по его продукции смело можно изучать всю географию России. И вот более подробно об этом мероприятии, об этом рыбном фестивале мы поговорили с руководителем отдела закупок российских рыбопродуктов Алексеем Сальниковым. Он рассказал, чем удивляет «Рыбная неделя в Москве». Алексей, добрый день. Смотрим народу достаточно много, хотя и раннее утро. Как в этом году, в отличие от прошлых, проходит «Рыбная неделя»? Столько павильонов? В этом году «Рыбная неделя» проходит практически в том же режиме, что и в прошлом. Единственное, в этом году почему-то народ раскачивался чуть-чуть подольше. То ли погода подвела, то ли народ еще какой-то сонный, может быть, дачный сезон. Но вот к середине «Рыбной недели» поток прям пошел, народу становится больше, спрос увеличивается. Рыбу привезли мы практически из всех регионов России, начиная от Мурманска, заканчивая Дальним Востоком. Можно найти и такие диковинные вещи, как живых трепангов, морские гребешки, мурманские крабы. Охлажденная рыбка представлена из Мурманска, из Архангельска. Это, естественно, и треска, пикша, камбала, паутус. С Дальнего Востока чавыча, нерка. Огромный ассортимент копченой продукции. Это как в этом году специально под «Рыбную неделю» сделали очень много штучного товара. Небольшой громовки, чтобы это было, во-первых, удобно и доступно любому классу. Также, естественно, это алюторская селедка, которая ежегодно на всех фестивалях продается просто в грандиозных объемах. И люди идут за ней целенаправленно. В ожидании «Рыбной недели» для большинства это как «Неделя сельди». То есть ее можно так назвать, да? «Рыбная неделя – неделя сельди». Скажите, пожалуйста, а чему отдает предпочтение народ? Чему больше, кроме селедки? Охлажденная рыба очень востребована. В этом году за счет наших партнеров, что нам дали приемлемые цены, мясо краба очень востребовано народом. Потому что люди все-таки, многие его не пробовали. Хотя бы салатное мясо, но его покупают практически, не знаю, каждый пятый человек. Еще работают несколько зон, помимо торговой зоны. Что это там происходит? И есть ли площадки для детей? Потому что много посетителей приходит с детьми. Площадки для детей представлены далее по площади, уже ближе к Манежной. Там также представлен фудкорт, где практически основные позиции по рыбе – это и креветки, и корюшка всеми любимая. Это все можно попробовать уже в готовом виде. Поэтому люди приходят не только за покупками, но и что-то вкусное съесть. На прошлых неделях была представлена и зарубежная продукция рыбы. В этом году как в условиях импортозамещения, в условиях всей ситуации представлены ли зарубежные? В минимальных объемах, потому что у нас своей рыбы в России очень много. Ассортимент у нас в этом году крайне широкий. По охлажденной продукции у нас было порядка 70 наименований в различных вариациях. Это и филе, и стейки, и целиковая рыба, и куски. По копченой продукции порядка 97 наименований было на момент начала. Естественно, что-то раскупается быстрее, что-то медленнее, но весь товар продается. И также огромный ассортимент по заморозке, в том числе уже готовые полуфабрикаты рыбные, которые народ с удовольствием закупает, потому что это такой быстрый продукт, который можно положить в холодильник и в любой момент подходящий использовать. Объясняете ли людям, есть ли незнакомые названия? Потому что для меня, например, некоторые названия ничего не говорят. Ну, как бы наши сотрудники подготовлены перед рыбной неделей, да, им рассказана вся специфика, в каких регионах какая рыба вылавливается. Как эту рыбу, ну, как бы простейший рецепт, естественно, все знают. Также я присутствую на площадке, если что-то, подсказываем нашим коллегам. Расскажите, пожалуйста, как шла подготовка к этой рыбной неделе? Где хранится весь ассортимент? Как сохранить все-таки целую неделю и рыба достаточно портящийся продукт? Ассортимент хранится у нас на складах, как бы наш склад находится в Москве. У нас свой огромнейший автопарк, все машины оснащены реф-оборудованием. Также у нас на складе находятся и ледогенераторы, и дифростер, как бы регулярные подвозы от поставщиков. В большинстве своем это идет авиапоставки, чтобы ускорить срок доставки. Поэтому с качеством рыбы нареканий нет, все люди очень довольны, и за свежей рыбкой идут к нам. А скажите, пожалуйста, люди, покупая рыбу, что говорят про цены? Вот вы с ними, наверное, общались. Ну, тут вы же понимаете прекрасно, что однозначного мнения нет. Да, как бы те, кто в зависимости от продукта. Кто-то покупает нерку, да, в виде ее стоимости в магазине, в виде ее стоимости здесь. Кто-то покупает, условно говоря, ментай, на который регулярно акции. И порядок цен там, ну, невозможно. Как бы есть минимальная себестоимость товара, но ее просто не уменьшить, потому что логистика все тоже стоит денег. В доме краба, как у вас он обозначен, стоят целые аквариумы. Эта продукция продается или это просто для картинки, для того, чтобы дети подошли, подмигнули крабу? Нет, конечно же, и дети подходят. Мы достаем, чтобы люди могли сфотографироваться. И, естественно, эта продукция продается. Там представлены и живые гребешки, и морские мурманские ежи, дальневосточные трепанги, крабка с тригуна пилио. Поэтому такая даже ракушка, как анадара, черноморские живые мидии, дальневосточный клавис, маленькие ракушки. Ассортимент достаточно большой, в том числе и поживой продукции. Есть ли возможность у людей купить живого краба? Да, конечно, живые крабы. Это краб с тригуна пилио, представлен в аквариуме. При необходимости мы его вылавливаем, упаковываем в пенопластовый бокс вместе со льдом, чтобы он доехал в живом состоянии. Соответственно, люди могут его привезти домой. Остается еще несколько дней, буквально два выходных. Что ждет посетителей в эти выходные? Ассортимент мы сокращать не будем. Количество товара позволяет его до последнего дня держать в полном объеме. Поэтому мы готовы, чтобы посещаемость только увеличивалась. То есть рыбы хватит на всех? Рыбы хватит на всех однозначно. И рыбы, и морепродуктов, все есть. В том числе и икра черная, проблем нет. Ну что же, Александр, как же вы догадались, что рыбная неделя – одна из самых вкусных проектов фестиваля «Московские сезоны». Жители и гости столицы приходят с утра, чтобы купить свежайшую рыбу. Об этом мы слышали. К вашим услугам и карась, и сазаны, и карп, и тайщука, нерка. Есть замороженная рыба, например, палтус. Я открою секрет. Он бывает белокорый и синекорый. Так вот, синекорый более жесткий, и стоит он чуть дешевле. Его лучше запекать в фольге или добавлять в уху. Широкий выбор и копченой рыбы. Живой консервированный камчатский краб, диковинка, мясо трубача. Этот моллюск известен только гурманам. По сути, это морская большая улитка. Он со сладковатым вкусом. Его можно отварить для салата или пожарить, как небольшой лангет. Говорят, в магазинах такое разнообразие и качество не найти. Что приобрели, что купили, почему сегодня здесь? Барабулька, корешка, палтус. Прекрасно все. Столько много товара. Единственная просьба, чтобы открывали немножко пораньше. У всех посетителей в 11 поздновато. Желающих купить рыбу очень много. Что приобрели? Я купила мойвы и трески. Почему здесь сегодня? Ну, за рыбой специально приехала. Тут свежая, настоящая, из Мурманска. Поэтому приехала. В павильоне мы случайно встретили актера Анатолия Журавлева. Он тоже случайно заглянул за рыбой. Говорят, что подсказали поклонники ему про этот фестиваль. Сейчас шел с празднования 130-летия Маяковского. Выступал на Красной площади. Иду вот мимо исторического музея, потом мимо музея дечественной войны. И женщина мне говорит, здравствуйте, Анатолий. Вас очень приятно видеть. Что же вы рыбу-то не покупаете? Я говорю, какую рыбу? Где? Да вот здесь торгуют целый ряд. Приехали от Дальнего Востока до Каспийского моря. Привезли рыбу. И я тут же пришел за рыбой. Что любите? Какую рыбу? Слушайте, ну вот здесь скумбрия представленная копченая. Сейчас попробую. Александр, отвлекусь немного на статистику. По данным ЦОМ, 75% россиян ежемесячно покупают рыбу. И в первую тройку предпочтений входят скумбрия, сельдь и горбуша. Потом идет ментай, форель, семга, килька и шпроты. Если вы любите и то, и другое, но не можете никак определиться, на помощь вам придут продавцы. Они знают о рыбе все и подскажут, что лучше. Мы предлагаем различную продукцию со всех краев нашей родины. Это копченая, это горячего копчения лещ, есть холодного копчения, есть муксун, омуль, форель, семга, ставридки, девочки. На фестивале представлено огромное количество рыбы, замороженной, охлажденной, копченой. Мы представляем замороженную рыбу всякую, то есть дальний север у нас, Камчатка, все есть у нас. И, конечно, на фестивале можно не только купить рыбу, но и поесть уже готовую. Это очень-очень вкусно, нам удалось попробовать даже крымских устриц. В меню есть уха по-московски, пельмени с рыбой, крем с сыром, филе трески в красном кляре. Можно перечислять очень много. Здесь можно провести целый день и голодным вы точно не останетесь. Ну а центром притяжения всего фестиваля стал огромный остров с открытой кухней, где трудятся повара. Сегодня готовлю вам корышко и креветки и шашлык с морепродуктами. Все российские продукты, все из России, все из Дальнего Восточного. Хороший фестивал, это хорошее мероприятие в России, каждый год повторяется. И народ очень доволен к этому мероприятию и очень вкусно наслаждается хорошей продуктой из России именно. Александр, на площадке кроме гастрономических удовольствий гостей фестиваля ждут мастер-классы и кулинарные шоу, где можно узнать секреты опытных шеф-поваров, научиться рисовать морские пейзажи и вязать рыболовные узлы. Ну а кроме того, на рыбной неделе сварят большую уху, это более 100 литров самого известного русского угощения. Оно будет приготовлено на Пушкинской площади в столице, на набережной в парке Горького. Пройдет и битва поваров-блогеров, которые предложат гостям оценить свое мастерство. Ну а на Гальяновском пруду и в Коломенском чемпионат по рыбалке, где будут рады видеть любители и профессионалы. Вот такая рыбная неделя в Москве. Вкусная, замечательная и очень интересная. Александр. Да, наш корреспондент Татьяна Дубровина рассказала о рыбной неделе, которая очень популярна в Москве.